Наш дневник за 13 и утро 14. Ну 13 мы наконец выехали из Гавана и поехали путешествовать. Мы очень долго выезжали из Гавана. Мы нарезали круг почета по местной кольцевой автостраде, так как указатели здесь есть, но их очень мало, а с нашими знаниями испанского они еще и не понятны. Но мы все-таки нашли нужную дорогу и поехали вдоль побережья Карибского моря по кругу вдоль всей Кубы. То есть в одну сторону мы едем вдоль Карибского моря, во вторую сторону поедем вдоль Атлантического океана. Дороги на Кубе после Украины просто отдыхаешь. Это не дороги, а сказка. По ним можно гнать, можно ехать, нет дырок, нет ям. Мало машин, они прямые. В общем одно удовольствие. Если бы меня кто-то спросил какую страну надо взять Евросоюз по качеству дорог, я бы сказал Кубу, а не Украину. Потому что Украину надо брать не в Евросоюз, а не знаю, в Союз племен Уганды с их дорогами. Потому что вот там они ездят на Т-54, вот Украина в принципе в основном для таких, для такого вида транспорта предназначена. Что еще интересного, значит мы наебывают на жратву нас везде. Да, нас везде пытаются наебать на жратву, но более-менее мы наконец-то начинаем экономичь. Вот мы заехали на знаменитые пляжи Вороделла. Пляжи мы нихуя не увидели, потому что там все застроено отелями. И чтобы попасть на пляж, надо раскошелиться на отель. Чек отеля 150 долларов. 150 куков? 150 куков это где-то порядка 170-180 долларов. То есть весьма-весьма не хуже. Это за один день. И это за один день. Посмотри, я пляжи, прям вот Вороделла мы проезжали, я на хую все пляжи выкрутил и уехал. Ну вот, то есть дальше мы остались начать как-то деревня с непероносимым названием. Какая-то Розанда и Сенда, хуй его знает. Десагуа, что-то Десагуа. Десагуа, да. Спали прямо на побережье моря, в машине. С утра проснули, зажрали арбузик, закинули спротом и пошли тренироваться. Так как спортзала здесь нет, занимались перетягиванием камней, бегом по мелководью. Функциональная тренировка охуенно. И потом искупаться. Вот это. Хочешь сидеть, сиди, хочешь жить, играй. Пока мы просыпались, к нам подошел милейший абориген. И кое-как на пальцах объяснил, что он готов накормить лангустами. По пять куков. Пять куков, это порядка шести долларов. То есть шесть долларов порция лангустов. Очень рекомендуем. Свеженькие, только выловленные. И сразу нам накормить. Девки здесь очень задастые. Я бы сказал, адские жоповитые. Адские жоповитые. Кто любит большие попы, вам сюда. Пиздец, они хуй тут жрут. Магазинов не видать. Еды я не продаю. Блять, ну такие сраки все от еды в этой Брюсе. Просто в пиздец. Чтобы добыть еду на Кубе, надо постараться. То есть она есть, и неплохая. И в принципе здесь можно найти деликатесы. Но в открытом доступе вы можете купить только сахар и макароны. И чипсы еще. Чипсов много. Да, еще чипсов. Но еда есть. Ее просто много. А молоко мне вчера не продали в магазине. Все продали. Блять, молоко не нихуя. Сказали, русское молоко не продают. Вы потом срежете от него. Да, молоко не продали. Просто, блять, какие-то банки замаскированные молоко. И не продали. Макс его все-таки ухватил. Поволок на прилавок. Но продавщица сказала, хуй тебе родной. Молоко только для местных. Вы от него срете и засираете потом Кубу. Сируете много. Кстати, что интересно. Значит, в 9 часов здесь уже практически все спят. Вечером. Да, но зато в 6 часов утра в какой-то, в принципе, достаточно убогой деревеньке мы увидели дворников, которые уже убирали мусор. 6 часов утра. Нет таджиков и дворники. Так ощущение, что полисты инициативе их успокаивают. То есть, это совсем деревня. Это даже не город. Это просто деревня. И здесь убирают мусор по утрам. Это, наверное, Кастро неприкасаемых, опущенных. Не знаю. Ну, в общем, в этом плане Фидель Кастро просто молодец. Я не знаю, как он их заставляет. У него, наверное, свидащее око Мордора, которое контролирует жизнь каждого кубинца. И если он поставлен, выполнять задачу, он ее выполняет. Собак уши развесил на ветру. Вот. Очень красиво. Ну, ладно, мы поедем. Есть лангустов. Продолжение будет вечером. После банкетов. После банкетов.